Ну и в продолжении темы информационной войны и втягивания белорусов в события в Украине. В Киеве так увлеклись своими же фейками, что не прочь исследовать и вопрос внимания о якобы возможном столкновении на поле боя в незалежной белорусов. Для чего штампуются подобные вбросы, попробуем разобраться в проекте «Диспозиция». В эфире «Диспозиция». Это Гагарин. Поехали. Просто послушайте этот диалог на украинском телевидении. Здесь не то, что о сорванных масках, тут о ненависти к своей нации. Речь о том, что произойдет, если наши военные столкнутся с оппозиционно настроенными соотечественниками в Украине. Меня, например, беспокоят за эти вопросы. Вот они придут. А тут уже ваших сколько? Я не знаю, несколько сотен или там тысяча какая-то. И вот если вдруг на поле боя встретятся одни с другими, как это будет? Это будет совершенно жестко. Я в данном случае не нахожусь самостоятельно на передовой. Мы только учим сейчас белорусских добровольцев. И приехала еще одна партия сегодня. Но я уверяю вас, те белорусы, которые находятся в составе вооруженных сил Украины, совершенно безжалостно и без всякого паэтета, и с удовольствием будет иметь дело с этими лукашенковскими псами. Не сомневайтесь в этом ни на секунду. С удовольствием. Кстати, это как раз то, что ожидало бы страну в 2020-м. Расправились бы действительно безжалостно. Но мы сейчас о другом. Украина, показалось бы, необъяснимым причинам упорно заостряет внимание на белорусской армии. Явился целый сон экспертов по данной теме. Гордон, Арестович, Наливайченко прямо изнутри, оказывается, знают наши вооруженные силы. Чувствуют самые тонкие нотки в настроении белорусских солдат и офицеров. А также все планы руководства прощупали. И даже неопровержимыми видеодоказательствами скорого вторжения вооружены. Вот очередной репортаж о выдвигающихся к Украине войсках. С хлебом, с солью, значит, на войну провожают армию. Загроза наступу Белорусси на территорию Украины, как николи, висока. Про это сегодня, 20 березня, заявил Генеральный штаб Збройных сил Украины. А вот эти же кадры их правообладателей – белорусской армейской телекомпании «Воен-ТВ». На видео все ровно наоборот – возвращение батальонной террористической группы в пункт постоянной дислокации из-под границы, которую военные просто усиливали. Вот интервью дает один и тот же человек, только для украинцев из Запада. Его протитровали как командир батальона российской армии. А на самом деле, как и показали у нас, это белорусский офицер, что элементарно проверяется. Но смысл как раз не в правде, а в повышении градуса напряженности, чем занимаются в Украине. Сегодня очень много фейков, сегодня очень много дезинформации льется потоком. Ну, последняя информация о том, что наши солдаты воюют в российской, значит, военной форме, территории Украины. И вот когда на простых таких вот примерах доводишь и рассказываешь людям информацию, то, наверное, появляется, может, больше и уверенности в том, какую информацию нужно слушать, какой информации верить, какой не верить. Зачем нужны эти вбросы и ложь детского пошиба? Здравый смысл тут точно не поможет ответ найти. Вообще-то, когда не хочешь, чтобы на тебя напали, то и не провоцируешь. Да, на войне, как говорят, все средства хороши, но уж точно не те, которые настраивают против соседей. А может, привыкли в Киеве, как и с санкциями, стрелять себе в ноги, лишь бы трендам Запада соответствовать. Ну, а мы тоже, словно по привычке, все оправдываемся. Вторгаться не собираемся, но и оборону не ослабим, а еще беженцев примем. Естественно, никто не услышит. Но уж лучше так себя вести не с позиции циничных информационных противостояний, а честно. Когда-нибудь именно искренность, правда и поддержка помогут братским народам вновь объединиться.